Привет! В общем, еще эту лошадь потаскают туда-сюда, несмотря на то, что она сдохла. Скорблю вместе с вами. Во-первых, посоветую всем текст в инсайдере или на инсайдере. Помните, что они иностранные агенты, сволочи, оккупанты, либералы и просто жалкие, ничтожные люди. И поэтому вряд ли напишут что-то интересное. В общем, посмотрите, какой исключительно неинтересный текст у них вышел, просто отвратительный. Главное, читайте его, видя текст, он наиболее мерзок. Видео, которое по тому же тексту они сняли, куда ни шло еще, не так гадко, а вот текст просто ужасен и отвратителен. Про фильм. Фильм отличный. Тут куда ни плюнь, а плюнуть охота много куда. Но это не просто стечение случайных обстоятельств, куда ни плюнь. Или не, кстати. Быть будет не. Куда ни плюнь, попадешь в нечто прекрасное. Кони, злодокудрые юноши с обнаженными телами. Если бы режиссер был мужчиной, я так и написал, а мужчина с двумя щ, чтобы кто-нибудь ненароком не подумал, что я грамотный, я бы решил, что он гей. Прости, господи. Но снимала этот фильм женщина, и мы про нее ничего плохого думать не могем. Обстоятельства, которые привели в движение эту историю, так блестяще, что пересказывать их не стану, надо читать. Это фактически классика. Просто несколько крестьянских мыслей относительно этой блестящей работы. Во-первых, Харатьян. Отрос Корсак по вашему приказанию прибыл. Ребята, никто, ни один человек на земле не может так здорово сыграть Харатьяна, как это делает сам Харатьян. Причем делает это давно, из года в год. Считает это феноменальный успех, актерский успех. Просто идеальное исполнение Харатьяна. Остальные актеры тоже хороши. В фильме много дебютных работ. И это режиссер... Режиссер Ша, режиссер Ка, как сейчас, правильно, я не знаю, какое правильное установление. В общем, Светлана Сергеевна помечает маркером дебютантов в титрах. И я считаю, зря. Зритель без труда их опознает. По крепким спинам, мощным затылкам, золотым пудрам, свежим, струящимся, по кадыкам, водяным ручекам. Возможно, и по актерской игре, но тут нужно специальное образование. Ну, Домогаров, понятно, украшение. Домогаров всегда украшение. Если бы не сюжет и не Харатьян, то Домогаров, конечно, да. Но все это мелочи. Главное тут режиссура. Герои и обстоятельства настолько реалистичны, что диву даешься. Это же буквально в каждом кадре один эпизод правдоподобнее другого. Все забито логикой до предела. Только следи. Пересказывать смысла нет. Только лицезреть. Ни одного штампа. Царица, сидящая на троне посреди огромного пустого тронного зала. Это удивительной правдоподобности прием. Сидит. Давно вот просто интересно узнать. Долго еще собирается сидеть. И так днями напролет она просто сидит в этом тронном зале. Тяжелое дело царствовать. Просто сидит и все дела. Табак нюхает. Ладно, хоть Оленев забежал. Оленев. Оленев. Оленев! Ну где ты? Оленев, по всей видимости, сбежал из ночлежки у Курского вокзала. Недаром князь. Забыл и побриться, и помыться. Хотя бы постирался бы уж в конце концов. Ну и помыться, в общем, мог бы. Но, с другой стороны, мчал к возлюбленной. Понять можно. Правда, он давно не фехтовал. И понятно, как фехтовать. Стакан в руке. Побьют-то его сразу понятно, что не до фехтования ему было. Пил человек. Что еще? Д'Артаньян. Привет. Кто здесь отвечает? Хорош чертяк. И если бы, повторюсь, не Харатьян, не дебютанты, не Домогаров и не Светлана Сергеевна. Просто прелесть. Тонок. Убедителен. Убедителен, как никто другой. Роковая дама. Тут прямо сказать нечего. Придумано блеск. Во-первых, дама. Да? Это уже оригинально. И еще и роковая. А это уже контекст. Да? Это же Миледи и Д'Артаньян. Только лучше. Только роковее. Что еще? Побег из крепости считаю просто вершиной кинематографического искусства. Столько интриги, такая смекалка, ловкость. Ловкость просто нечеловеческая. Только смотреть немедленно в кино. Ну и главное, Русь. Русь святая. Русь показана просто приятно смотреть. Солнышко светит, море плещется, турки бегают, как ненормальные. Итальянцы суетятся, французы трепещут. А русские, они духом живут. Триединым, а то и побольше. Снимало, снимало военное министерство, так в титрах указано. В общем, тут уж что скажешь. Бои поставлены с загляденья. Побег опять же. Фрегат наш, красавец, их трусливо удирает. Друзья, я не могу вам всего рассказать. Это надо смотреть. Старайтесь не плакать. Кровь может пойти из глаз, но это по первости. Потом привыкнете. Кстати, еще вторая часть выйдет. В кино обязательно пойду. Что? Помним, Бусти, Телеграм, грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы. Пока. Люблю всех.